А ведь лимфатическая система – это и есть канализационная система организма, если можно так выразиться. Ну, а поверхностные магистральные сосуды – это из-под кожи, кожное пространство. Поэтому через кожу, как говорят, тоже выводится ядотоксин. Теперь давайте тогда поговорим вот о чём. Как, собственно говоря, идёт очищение организма. Через что? Каким образом? Ну, потовые железы и пот. Вот тут-то как раз очень важный момент. Я уже про пот касался сегодня. То есть вот под кожей вы знаете, какая теперь густая сеть лимфатических капилляров, микрососудов. Что такое кожа? Это вторые почки. И правильно, потому что кожа выводит большое количество токсичных веществ из организма. Поэтому потеть важно, нужно. Поэтому нужно в баню ходить в идеале. Это очень хорошее очищение кожи, а значит, всего организма нельзя никакими дезодорантами пользоваться. Потому что особенно те из них, которые препятствуют, ведь их для чего создавали, для того, чтобы, ну, не только чтобы не пахло, а чтобы не выделялся пот. А если потовые железы закупориваются, то эти яды, которые должны были выйти, они остаются внутри, отравляя нас. И отравляя кровь, а значит, отравляя почки, ну и печень, конечно же. Это очень страшное дело. Поэтому надо потеть физической работой, поэтому надо заниматься. Бег, поэтому прекрасное дело, человек и потеет. А вот как снять стресс. Ну, можно и должно убрать гормоны стресса с помощью пота. Это бег, тренажеры, физработа, работа на земле. Это баня.